МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Мы все когда-то были детьми. Мы росли, плакали, учились говорить, ходить, влюблялись. И всегда рядом с нами была мама. Но, оказывается, так бывает далеко не у всех. Много детей вырастает без материнской поддержки. Куда бежать? Кому обратиться за советом? У кого просить помощи? Тема нашей сегодняшней программы – «Как прожить без мамы». АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Как обычно, в начале программы с огромным удовольствием я представляю наших сегодняшних экспертов. Психолог Влада Титова. Здравствуйте! Здравствуйте, Татьяна. Юрист Анна Никитина. Здрасте, Ань. Здравствуйте, Татьяна. Всенародно любимая актриса Наталья Гвоздикова. Здравствуйте, Наташа. АПЛОДИСМЕНТЫ Музыкант Александр Барыкин. Здравствуйте. Певица и поэтесса Нелли Барыкина, жена Александра. Здравствуйте. Наша первая героиня стала сиротой еще при живых родителях. К сожалению, для наших дней такая абсолютно типичная ситуация. Но ей пришлось не только самой спасаться, но и спасать свою младшую сестру. Встречайте Юлю. Здрасте, Юля. Проходите, садитесь, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Юля, а что такое случилось с вашими родителями? Когда мне было 3 года, мама с папой разошлись. У нас была еще жива бабушка. Мы жили с бабушкой. Бабушка нам помогала. Мама тогда еще работала. Жила с мужчиной, со своим мужем. И от него забеременела и родилась сестра. Младшая Даша. Мне на тот момент было 10, сестре старше 12 лет было. И родилась вся владинец. Да. Мама разошлась с этим человеком. Что-то не сложилось у них. Умирает бабушка. И мама, как по натуре, у нее был слабый, видимо, не сильный характер. Она начала выпивать. Нигде не работала на тот момент. Мы были предоставлены сами себе. Мы с моей старшей сестрой ходили сперва даже по очереди в школу. Потому что не было возможности с кем-то оставить. То есть мама все время, скажем так, в неадекватном состоянии. А его две девочки. Юля и старшая сестра, как зовут? Наташа. Юля и Наташа. И на руках у них младенец. Одной девочке 10 лет, другой 12. Как вы справлялись? Это адская работа. У нас с Наташей было все распределено. Она, допустим, стирает пеленки Дашины. Я с Дашей кормлю ее, предположим. Ночами мы по очереди до 4 утра. Она сидела с коляской, там укачивала. Даша была в коляске, спала. А потом она спала, я укачивала Дашину. Юля, ну вы же маленькие девчонки совсем были. Да, она-то была еще меньше. Мы же не могли Дашу бросить или еще что-то. Уставали сильно? Уставали, конечно, очень сильно уставали. И нехватка денег постоянная. Когда мама выходила, она еще тогда вот начинала вот так вот выпивать. Не то, что она там совсем спивалась уже на тот момент. Она занималась как-то Дашей. Но с каждым годом все было хуже и хуже. То есть мама поначалу какое-то участие принимала. И постепенно все это сходило на нет. Да, Даша в конечном итоге просто осталась с нами. А на что вы жили? Ну, приходилось деньги занимать. Дедушка остался еще жив, он нам помогал. Вот, папа элементы высылал. Это наш с Наташей, старшей сестрой. Папа вот наш родной. Ну, с этих элементов мы отдавали долги. Потому что мне приходилось и по соседям ходить, занимать деньги. Чтобы как-то купить Даше того же молока. А нам, я не знаю, макарон даже вот тех же. Ну, тяжело нам было. Очень тяжело было. Органы опеки вам хоть как-то помогали? Нет. Единственный раз, я помню, приходили, когда Даше надо было идти уже в школу. Приходили, ну, с органов опеки, конечно, приходили и говорили маме, что лишат ее родительских прав. Возможно, они не предлагали какую-то помощь. Но, соответственно, надо было же собирать какие-то справки, документы на детское пособие. Чего мама не делала. Ань, вот смотрите, ситуация вообще ужасная. Девочка не может пойти собирать справки. Маме говорят, мы тебя родительских прав решим. Мама говорит, да и черт с ними. Удивительно, но дело в том, что это как раз прямая обязанность органов опеки и попечительства. И их сотрудников, они должны были полностью взять опеку и попечительство над этой семьей. Не только выявить эту семью, но и оказать всяческое устройство этих детей. Как старших, так и младших. Если органы опеки бездействуют в этой ситуации, можно было бы, конечно, обращаться и в органы прокуратуры. Но я так понимаю, что семья настолько дружная, что она сама тщательно скрывала свое бедственное положение. И ни за что бы на свете от мамы никуда бы не ушла. Потому что я ее все-таки знаю с хорошей стороны. Даша, она, конечно же, не застала того момента. У нее не было такого детства, допустим, как даже у меня до 10 лет или вот у моей сестры. Мама у нас очень нас сильно любила. Но вот была слабая человек по характеру. И я бы никогда в жизни бы, и сама бы, если бы даже нас пытались бы отправить в детский дом или куда-то, я бы убежала бы оттуда и вернулась бы к ней. Саша, вы хотели что-то сказать? Девочки, вот неся такой крест, они просто поступили правильно на самом деле. Им было очень тяжело, но их могли просто разделить. Лиша мать родительских прав, могли распределить их в разные детдома. Просто семья бы разрушилась, и все. Влада. Очень часто дети в этом случае идеализируют образ матери. Какая бы она ни была, пьяница, поставившая крест на детях, применявшая их на спиртное, она для них все равно любящая, заботливая, принимающая мама. И они видят ее и любят именно такой. И, видимо, дети не допускали мысли, как же так мы бросим, она без нас погибнет. Очень частая ситуация. Я работала в детских домах, консультировала. Там были жуткие истории, когда мать, ну вот я помню одну девочку, мать пыталась от нее отказаться, даже решилась подложить ребенка на трассу ночью, чтобы его задавил автомобиль. Реальная история. Так та девочка выросла, и она первый человек, которого она любила, к которому она убегала из этого детского дома, куда ее поместили, это та самая мать. Когда дети оказываются без поддержки родителей, как в нашем случае, как это в дальнейшем отражается на психике? Это же не проходит без последствий? Конечно, не проходит. И здесь в первую очередь появляется страх. Страх неизвестности перед будущим. Страх перед тем, что с ними будет. Они даже не знают, на что они будут покупать еду и пеленки для этой малышки. А второе – это страдания, потому что они остро чувствуют свою ненужность, может быть, себя помехой и для мамы, для ее взрослой жизни, которая не сложилась. А может быть, где-то неосознанно они даже чувствуют себя виноватыми в чем-то, что мама осталась одна, что трое детей достаточно маленьких у нее. Это очень сложные эмоции. Наташа, с вашей точки зрения, вот в такой ситуации все-таки что лучше? Вот эта постоянно пьющая мать на глазах у детей? Или тогда уже совсем без матери? Ну, вы знаете, очень сложно мне. Конечно, пьющий человек, мать ли это или просто человек, который пьет, это всегда не приводит к хорошему, скажем так. Конечно. А тем более тогда, когда рядом находятся дети. Не знаю, ситуация-то какая-то, в общем, страшная ситуация. А скажите, пожалуйста, а где был в это время отец Даши, мужчина, с которым ваша мама разошлась? А он вообще с другого города, то есть он никак. А вот мне хотелось бы узнать, что в таком случае можно сделать со стороны закона, вот если отец, как бы, они не расписаны были, да, как-то установить какую-то обязанность, выплачивать алименты. Я не хочу. Тут и дело все в том, что этим вопросом не может заниматься девочка 10 лет и девочка 12 лет. Это должно заниматься мать. А органы опеки не взяли на себя ту функцию, которой обязаны были заниматься. Они должны были обратиться в суд для того, чтобы разыскать отца и взыскивать с него алименты на содержание ребенка. Кто-то со стороны матери, может быть, какие-то родственники, там, сестра, брат. Все проявили равнодушие к этой семье. Все до единого, кроме тех самых девочек, которые взяли на себя все время ответственности за эту маленькую, только что родившуюся сестренку. Юль, скажите, пожалуйста, Даша, насколько я поняла, она все-таки оказалась в интернате. Как она туда попала? Когда я вышла замуж, мы с мужем переехали с квартиры. Мы сняли дом, потом пришли мне знакомые и сказали, что Даша пропала. Я взяла ребенка своего маленького в коляску, ему было полгодика. А, то есть у вас уже был собственный ребенок, вы были замужем? Да, ему было полгода. И я пришла туда, в квартире, естественно, там непонятно, что творилось. Пьяная мама ничего толком мне сказать не смогла. Я стала просто ходить по окрестностям и ее искать. Но уже дело было к вечеру, была зима, ее я не нашла, вернулась домой. Мне позвонили, опять же, моя знакомая, и сказала, что Даша в больнице. Я пришла в нашу районную больницу, в детское отделение, Дашу нашла милиция. Она бегала просто как беспризорник, ребенок, который не ориентируется. А сколько она пробыла на улице? Трое суток. Я пришла в эту больницу, стала ее забирать. Я говорю, Даша, одевайся, пошли. Врачи мне, конечно же, ее не отдают. Говорят, что сейчас приедет в детскую комнату милиции. Татьяна Николаевна, она очень хорошо знала нашу семью. И она мне сказала, говорит, Юля, мы сейчас, говорит, давай договоримся так. Дело было перед Новым годом. Мы, говорит, ее сейчас заберем. У нас есть такой детский дом, но дети ходят в обычную школу, то есть в обыкновенную школу. Мы, говорит, ее заберем туда, будут каникулы зимние, ты ее придешь и к себе заберешь в дом. Я согласилась, пришла. Мне дали, значит, разрешение на то, чтобы мне ее забрать. Я ее забрала к себе. Вот, она пробыла у меня все каникулы. То есть домой она уже все, не возвращалась туда, маме ее не отдавали. То есть она в вашей семье с вашим мужем и как бы вашим ребенком прожила? Да, потом, когда поняли, что Даша не может учиться в нормальной обычной школе... Почему? Что с ней? Она отстает очень по школьной программе, то есть в умственном развитии. Если смотреть на нее вот так вот и не знавши ее, то есть по ней не скажешь. Она очень такая вот веселая, жизнерадостная, она очень красивая девочка у меня. Но когда садишься с ней делать уроки, очень тяжело. Бывает, и час уходит на то, чтобы с ней там решить пример какой-то. А читает она хорошо? Нет, читает плоховато. Ну, то есть некоторое есть отставание. Да, она отстает, поэтому комитет, вот они как раз вот в тот момент, они уже начали заниматься вплотную, когда поняли, что уже действительно дело плохо. И отправляют Дашу в коррекционный интернат. На тот момент я не работала, и мне никто бы не дал официального разрешения на то, чтобы ее сделать на дне опекунства. Я делала просто временное. Нелли, как вы думаете, что лучше для ребенка, у которого есть какие-то проблемы? Жизнь в семье, где некогда ей заниматься, потому что у Юли свой ребенок, муж и проблемы. Или жизнь в интернате, где все-таки есть какая-то надежда, что ее будут, я не знаю, учить, например, бегло читать. Наверное, все-таки поддержка семьи нужна, потому что интернат и любое такое официальное учреждение, наверное, влияет на ребенка, мне кажется. Так как вы забирали на каникулы, на выходные, то, наверное, это более правильный поступок в этом случае. Она же не постоянно в интернате находилась. Это так, как у вас у самой было желание ей помогать, правильно? Вы же хотите ей опекать. Здесь не разорвалась родственная связь. На мой взгляд, это очень важный аспект, когда принимается решение, где в данной ситуации лучше было ребенку. У нее и семья сохранилась. И она получает то необходимое образование и ту медицинскую помощь, которая ей необходима в ее уровне развития. Поэтому Юля взяла на себя большую ответственность. Да, Юля у нас вообще молодец. Дайте Юле всем поаплодируем. Юля, ваш муж не возражал против опекунства? Возражал. Почему? Говорил, что если она будет на государственном обеспечении, если, мало ли, вдруг что-то, она где-то заболеет, какая-то операция, государство ее будет лечить, и за нее заплатить деньги, и все. Ну, то есть человек как расчетливо рассуждал. А муж сейчас остался с вами? Нет, мы разошли с ним полтора года назад. Он мне просто сказал, говорит, я устал, я нашел себе девушку, которой нет ни братьев, ни сестер, никаких проблем. Вы знаете, на пике каких-то жизненных неприятностей, особенно связанных с детьми, мужчина тут же ломается, как вот прутик сухой. Саша, прокомментируйте ситуацию. Я скажу такую вещь, что у меня есть сын и дочь. Когда у меня были проблемы с женой, мы очень много лет прожили, и я когда уже ушел, три года был один, до тех пор, когда я женился на Нелле. Я о своих детях позаботился полностью, не просто алименты там какие-то, знаете, а полностью. То есть дочка у меня заканчивает сейчас православную школу, я все это оплачиваю. Я за ней слежу, за всей учебой, за всем, она к нам приходит. Сына тоже, в общем, у меня музыкант хороший, тоже я постоянно с ними, я был. Ну, просто вот такие ситуации. Ну, это, я считаю, что это все-таки любой мужчина может, наоборот, захотеть. Слабый мужчина испугается, а сильный, он взвесит свои силы и примет решение надежное и правильное. То есть, по крайней мере, не бросит в самый неподходящий момент, тогда, когда его сила будет нужна более всего. Он не любил ни мою маму, и он все время считал, что она ничего для тебя хорошего не сделала. Я всегда говорю, что никогда нельзя кого-либо осуждать. У каждого человека своя судьба, и неизвестно, что может быть с каждым из нас лет, допустим, через 10. Наташа, вы как считаете? Ну, я вот так просто, как бы думаю, женщина, родившая троих детей, она же не все время была в беспробудном пьянстве, да? Значит, ей, наверное, просто не хотелось на себя взвешивать эти проблемы. Наверное, ей проще было выпить, кернуть как следует, встретить там какого-нибудь дядьку, пойти с ним, покурить, остальное как все сделать. А этот, да бог с ним, как оно будет, так оно и будет. Я могу сказать одно, что, будучи уже алкоголичкой, там, где я жила со своим мужем и с ребенком, от нашей квартиры, да, вот, от дома, идти километра два-два с половиной пешком. И она ко мне приходила пешком. Мама? Мама, это буквально, ну, вот, 7 месяцев было, когда вот она умерла, и вот этот вот весь период, то есть у нее уже все, у нее отказывали и ноги, и все. Что она ко мне приходила, она мне стирала, она убирала, она готовила и есть, и носила мне воду, и сидела с Сашей, будучи, вот, он, уже все, у нее все болело. У нее, видимо, болели и печи начала там разлагаться или что-то. И она приходила. Этот человек никогда не жаловался, что у нее что-то болит. Угу. Никогда. Спасибо, Юля. Влад. А я хотела прокомментировать позицию Юли, вот, давно уже хочу. Мне очень нравится позиция «Не судите, да не судим и будете». И очень видно, что она не только не осуждает свою мать, но и сохранила очень светлую память об этом человеке. Она ведь и не осуждает своего мужа, который ушел. Не он вас бросил. Наверное, это был ваш выбор, чтобы дальше не раздувать конфликт. Я права? Да. Дело в том, что даже в органах опеки, вот, когда посмотрят, видимо, передачу, они мне обязательно позвонят, потому что я их обманула. Вот. Дашу официальное оформление опекунства я оформила 12 декабря. То есть собрала все документы, и там нужна была такая вот справочка одна, а не против ли ваш муж? Потому что со своим мужем в официальном разводе я не состою. То есть у него другая семья, но вот развод у нас только предстоит еще. Вот. И я им так просто ответила, что в данный момент мужа нету, но в любом случае не против. Так что я им еще позвоню. Дайте мне поплатить, она молодец. Молодец. Юля, в связи с опекой, вы какое получаете пособие? Мне как начисляется, как зарплата, пять с половиной тысяч и тысяча пятьсот пятьдесят пенсия. То есть семь тысяч я получаю на дашу. Катастрофа. Это ломовые деньги просто. С ума можно сойти. Анна, это так и должно быть? Нет, может быть, так не должно быть, но, к сожалению, это так есть на самом деле. Очень небольшая так называемая зарплата, как ее назвала Юля. И действительно, пенсия по потере кормильца, которая начисляется Даши, она тоже составляет действительно такую небольшую сумму. Мы продолжим через несколько секунд, а сейчас мы обязательно должны посмотреть рекламу, иначе мы не получим так называемую зарплату. Реклама на пятом канале. Приезжала, и мне сын в первом классе говорил, давай в картишки сыграем. Он может смотреть мне в глаза, засовывать руку в дверь и прищемлять дверь. Я категорически не согласна с мнениями тех психологов, которые вы сейчас только что озвучили. Тяжело, на самом деле, женщинам в нашем обществе сейчас, вот они справляются с таким колоссальным проблемами, у меня просто аж... Программа «Жизнь как жизнь» снова с вами. Мы говорим о том, как прожить без мамы. Наша вторая героиня сознательно решила, что ее ребенку лучше будет без нее, то есть вне семьи. И несмотря на то, что многие называют ее матерью-кукушкой, она уверена в том, что ее ребенку нужен специфический круглосуточный уход. И она свое мнение менять не собирается. Встречайте Светлану. Здравствуйте, Светлана. Проходите, садитесь, пожалуйста. Светлана, а что с вашим ребенком? Какой именно уход ему нужен? Ему нужен не сколько уход, сколько присмотр. Немножко о моем ребенке пару слов. Это замечательный парень, он много умеет. Он может пройти 13 километров и не пожаловаться. А сколько ему лет? Сейчас ему 17, но тогда было 9, когда он со мной марш-бросок такой сделал и не пожаловаться. Он может складывать пазлы лучше, чем любой взрослый. И даже комиссия может ахнуть, разве так можно? Он может меня прощать, когда я бываю к нему несправедливой. Это самое главное качество. Он очень многое может. Он смелый, он решительный, он верный. И при этом многие считают его не личностью. В каком смысле? Потому что у моего мальчика ранний детский аутизм. И он не говорит. И некоторые психологи уверены, что если нет речи, значит нет мышления, значит нет личности. Света, не волнуйтесь. Одну секунду, вы передохните. Я сейчас спрошу. Влад, а что такое аутизм? Аутизм это заболевание, которое диагностируется обычно достаточно разным. В 5-7 летнем возрасте. Вам когда поставили этот диагноз? В 7 лет. Хотя предпосылки в 4 года ему ставили официально шизофрению. Это заболевание, которое связано с тем, что у человека формируется свой внутренний мир, в котором он постоянно погружен как в какую-то виртуальную реальность. И в общем-то этой реальности достаточно хватает для того, чтобы часто отсутствовать в обыденной реальности. Я категорически не согласна с мнением тех психологов, которые вы сейчас только что озвучили. У таких детей очень часто нормальное мышление и прочие функции, о которых вы говорите, они сохранные. Света, для чего тогда вы его в интернат-то отдали? В чем была проблема? Формы аутизма очень разные. Бывают спокойные дети. То, что называют расторможенным, гиперактивным, а уж если так, то буйный. За ним нужно смотреть 24 часа в сутки. Он очень полухо спит. Я, например, засыпала, сгребая под живот все ножи и ножницы в доме, и к утру они уже оказывались у него в руках. А для чего? Он как-то пытался все это, я не знаю, что-то разрезать? Он у меня вырезал цветочки, и в том числе перерезал все рубашки и штаны в доме, которые были. Но к суициду есть как полностью? У него тяга к самоповреждению, он может смотреть мне в глаза, засовывать руку в дверь и прищемлять дверью. Ну, это, да, это точно. Слазит ногти, а ему хоть бы хны, он спокойно смотрит, улыбается. Не для того, чтобы сделать мне больно, а у него внутри такая внутренняя боль, что он глушит болью физической то, что у него внутри. Он у меня устроил пожарчик, и такое у нас было, кстати, для аутистов это. Сколько ему было лет? Ему тогда было 7 лет. Свет, ну подождите, то есть, а вы же должны ходить на работу, зарабатывать как-то, я не знаю. А ребенок, который вот, ну, абсолютно не может оставаться один, как вы жили? До 11 лет мне пришлось менять профессию, я срочно переквалифицировалась в социальной педагоге. А из кого? Из простой сельской учительницы. Мы переехали в другой город большой, у нас был центр реабилитационный. При центре я организовала группу, он у меня ходил по центру, мог зайти в кабинет директора, и директор это терпел, потому что был великим гуманистом. Но в 11 лет он начал хватать за груди посетительниц центра, ну, и не буду я говорить, что он начал делать, и вот уже стало нельзя его брать с собой на работу. И вот как раз, когда ему стукнуло 11, вы решились на разлуку с ним, то есть вы отдали его в какое-то специальное учреждение? Потому что уже речь шла о сохранении жизни, потому что физически в 11 лет он такой крепкий парень, я его могла не удержать, я его могла не удержать, его рывок к окну я могла не удержать, его рывок под колеса транспорта, и многое-многое другое. Он не боится высоты, он может на восьмом этаже сидеть на балконе и ножками болтать. Шел вопрос о сохранении жизни ребенка. И его, и вашей, насколько я понимаю? Его, потому что, по большому счету, он меня не обидел. Хотя был случай, он приставил ко мне ножичек. Ну, так получилось. Но со стороны мама это видела, мама побелела и сказала, Света, все. Мама мне очень помогала с моим ребенком, потому что муж у меня в 5 лет, когда был ребенку, благополучно смылся, мы остались одни, и мама заменила папу для ребенка. И вы его отдали? Да. Это было осознание необходимости. Он сыт, он одет, но ему там плохо, я понимаю, но он там живой. И это для меня самое главное. Влад, как нужно с психологической точки зрения выстраивать отношения с такими детьми? Ну, это тяжелое психическое расстройство. Вот я слушаю вас все дальше и дальше, убеждаюсь в вашей правоте, поскольку он у вас такой неожиданно импульсивный, со склонностью к агрессии в отношении себя прежде всего и небезопасен в отношении окружающих. Конечно же, ему необходим специфический уход. Вот что касается, как построить контакт, о чем вы, Татьяна, спрашиваете, я думаю, что тоже все правильно делается. Вы ведь навещаете его? Я думаю, что достаточно регулярно, потому что вы об этом так трогательно говорите. Да, конечно, моя жизнь – это существование от поездки до поездки. И жизнь моего сына тоже существование от моего приезда до приезда. Эту неделю я готовлюсь к поездке. Я у него дня три нахожусь раз в месяц примерно. Там есть гостиница при этом учреждении. Там можно пожить. И мы вот на 2-3 дня зависаем. Я вожу его купаться, я устраиваю ему пикники, вожу в парк. Умираю от страха, но вожу. Приезжаю домой, отваливаюсь, отлеживаюсь несколько, наверное, неделю, потом начинаю опять мечтать. Вот такая вот жизнь. И все, и больше в вашей жизни ничего не состоит. Только подготовка к поездке, потом напряжение от самой поездки, и дальше следующий этап – подготовка. Так вот получилось. Я все делаю ради сына. Какое-то время я поработала, после того, как отправила, это было ужасно. Я поработала гувернанткой в одной очень хорошей семье, где мальчик тоже с аутизмом, но форма более легкая, и я чувствовала себя нужной этому мальчику. А потом случилось чудо. Позвонила приятельнице, сказала, в редакции место есть. То есть вы работаете, вы работаете, вы журналист, правильно? Я теперь журналист, пишу, как мне кажется, неплохие статьи, пишу книгу для себя. И все это для сына. Отлично. Давайте поаплодируем. Мне тоже захотелось поаплодировать. Посмотрите, какие сильные у нас женщины. Что в первом, что во втором случае, все сложные ситуации, мужчины куда-то, как вы говорите, уходили. То есть так тяжело на самом деле женщинам в нашем обществе сейчас, вот они справляются с таким колоссальным проблемами, просто аж вообще даже слов нет. Да, одна из таких проблем финансовая. Мы все об этом прекрасно знаем. Считается, что наши дети, я имею в виду расторможенные, буйные, очень много государству стоят. Это миф. На каждого ребенка, больного, здорового, в Конституции закладывается определенная сумма в бюджет на обучение. Наши дети не ходили дня в садики, их туда не брали. Наши дети не ходили в школу, их туда не брали. Про кружки секции, летние лагеря я молчу. То есть все, что нам давало государство, это пенсия. Помню, 400 было 600, полтора разные. Но все время моя пенсия была чуть пониже пенсии моей мамы. У нее была средняя пенсия. Ну, говорят, сейчас 3000 рублей за это. Да, 3000 и небольшая доплата, если мама не работает. Что-то около 3500. А в интернате сколько денег? Не знаете? А в интернате, по моим подсчетам, около 20, а может быть, даже и больше тысяч. Ань, как это возможно? Расскажите. Маме 3000 рублей, а госучреждению 20. Я думал, что маме 3, а госучреждению 2,5, поэтому там все такие несчастные. Когда мы говорим, что сын нашей героини сейчас находится на полном государственном обеспечении, а это так, конечно, ему требуется все полностью. Это и одежда, и медицинская помощь, и само проживание, оплата, не оплата, а электроэнергия, вода, и все это вместе, если составляет 20 тысяч рублей, то вот, наверное, об этой сумме идет речь, когда говорит героиня. Государство взяло на себя эту обязанность. Но в ситуации, когда мама не принимает такого решения, значит, она имеет какие-то возможности содержать этого ребенка самостоятельно, государство оказывает помощь. Но только в том мизерном, да, к сожалению, я констатирую, констатирую только. Мы совершенно сейчас не обижены на вас, да, я понимаю, что это не вы выплачиваете. Давайте Анне Никитиной поаплодируем. На нее все напали на бедную. А если бы вы получали 20 тысяч, вы бы нашли возможность дома растить вашего сына? Я об этом иногда подумывала. Если бы была создана определенная инфраструктура, существовали профессиональные сиделки, ориентированные именно на этих детей. Если бы мне помогли переоборудовать квартиру, установить в ней... Системы безопасности, скажем так. Да, 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 да. И я могла бы нанять себе подмену, потому что 24 часа в сутки это очень тяжело. Тяжело. Моя квартира... И спать, собрав ножи и ножницы, и опасаться каждую минуту пожара, даже при том, что это твой родной ребенок, это ужасно. Именно поэтому государство и создает специализированные учреждения, которые будут все это вместе в одном комплексе обеспечивать для детей, которые, к сожалению, больны. Наташ, вы грустная такая. Я понимаю, что тема очень больная и грустная. Я не просто грустная. Я не спала несколько ночей после того, как меня пригласили на эту передачу. У меня тоже есть чувство вины перед моим сыном, взрослым уже человеком, потому что моя профессия не давала, скажем так, возможность мне постоянно быть с ним. И поэтому нужно было ездить, нужно было зарабатывать деньги, нужно было просто работать, быть востребованным. Я так же виноват. И поэтому, когда... У меня дети не меняют. Я уезжала, оставляла его на каких-то теток, приезжала, и мне сын в первом классе говорил, давай в картишки сыграем. Как это вот такие вот же... Как это в картишки? Интеллигентная, приятная женщина, о которой я думала горячие завтраки там и так далее. Нет, зачем в картишке и так далее. Но это было не самое плохое, чему его учили. Были женщины хорошие, были женщины не очень хорошие. И алкоголь тоже был. И поэтому то, что я от девочек услышала, я только желаю вам мужества. Я думаю, может быть, ваш мальчик... Сейчас ему всего 17 лет. Может быть, пройдет еще какое-то время. Может быть, дай бог, чтобы стало лучше. Это моя мечта. И он развивается. В 16 лет он научился меня обнимать. Я знаю, что будет потом. Потом будет взрослый интернат. Ну и тогда я буду ездить в интернат. И у меня мечта познакомиться с женщинами, у которых дети уже во взрослых интернатах. Поделиться опытом, советами. Потому что опыт и взаимовыручка – это то, что дает нам, женщинам, силы. Дорогие женщины, у кого сходные со Светланой проблемы? Немедленно все бросайтесь к телефону или к письменному столу. Начинайте писать письма Светлане. В нашу программу мы все передадим. У нас есть контактные телефоны. Потому что взаимовыручка – это большое дело. Реклама на пятом канале. Доходило даже до того, что приходилось иногда продавать личные вещи. Я бы устал искать что-то такой, помощи какой-то. Но я слабее, наверное, его. Если здесь все благополучно, я более чем уверена, что ребенок вырастет счастливым человеком. А если вы их обидите, мы все придем и вас поберем. Наш следующий герой тоже может рассказать нам, как трудно, тяжело и ужасно жить без мамы. Без мамы растет его сын. А нашему герою пришлось выполнять роль и матери, и отца. Встречайте Игоря. Здравствуйте, Игорь. Игорь, садитесь, пожалуйста, проходите. Игорь, сколько лет было ребенку, когда он остался без мамы? Пять с половиной месяцев. Боже мой. Младенец. А мама куда девалась? Будем так говорить. Ушла и не вернулась. И с тех пор вы ее не видели? Нет. Как вы справлялись? Вам надо на работу. Мама вот ушла. Вчера мама ушла. Наступает сегодняшнее утро. Тут этому пять с половиной месяцев. Как его зовут? Александр. Сашка, да? Вот он орет, говорит, давай молока. А вы что? Сынок, я пошел на работу. Нет, конечно, это было совершенно не так. То есть на тот момент больше в пяти месяцев не работал. Как будто остались мы с ним. Подождите, то есть вы ушли с работы, чтобы сидеть с ребенком? Да, да. Давайте поаплодируем ему. Он ребенка вырастет. Ну и что? Значит, вот вы не работаете. Где вы брали деньги для того, чтобы есть, пить? Доходило даже до того, что приходилось иногда продавать личные вещи. Бывало такие времена. А бабушки, дедушки? Нет, к сожалению, ни бабушек, ни дедушек нет. То есть приходилось одному тянуть. А чем кормили? Как готовили? Ну, кормили. Он искусственник, поэтому было проще здесь немножко. Потом уже... То есть вы покупали смеси, разбалтывали их в бутылочки, потом бутылочку мыли, потом бутылочку в стерилизатор? Естественно, все это приходилось делать. Никакого стерилизатора как бы не было, это все на пару делал. А когда стало легче? Или до сих пор, слушай, сколько ему сейчас лет? Сейчас уже 10,5. О, большой какой парень. Давайте поаплодируем. Легче стало, да. Да, где-то около трех лет, когда ему исполнилось... Сколько вам лет было, когда вы остались на руках с младенцем педемищем? 25 лет. У вас возникали периоды колебаний, сомнений, раздумий, куда деть дитя? Вот вам 25 лет? Нет, нет. Были такие вопиющиеся случаи, когда мне лично предлагали. А давай сделаем так. Ты сейчас сдашь его в детдом, а когда уже более-менее почувствуешь себя в полете, тогда придешь, напишешь заявление. Я тогда был действительно в шоке. Это для меня. Ну почему? Невозможно. Саша, вы хотели что-то сказать? Парень молодец. Я бы так не смог. Ну как, а куда бы вы дели сына вашего? Нет, ну я бы устал искать что-то такой, помощи какой-то. Ну я слабее, наверное, его. Просто я ему где-то завидую. Или просто когда это не наступает, мы можем говорить, да, что мы слабее там или еще что-то. А когда тебе вот это вот дано в руки... Ну да, да. Ну конечно, я своего ребенка ни за что бы никуда не отдал. Я думаю, что это очень трудно. Очень трудно. А вы больше не женились? Нет. Сейчас я живу с женщиной, ребенок ее даже мамой называет. У них хорошие отношения. Замечательные отношения, причем сложились почти сразу же, то есть... Игорь, ну сейчас ему 10, а когда ему там было 5, 6, он спрашивал, где мама? Спрашивать он спрашивал. Дело в том, что я пытался постоянно уйти от ответа. Почему? Я объясню. Это очень сложно, потому что детский ум, он немножко отличается все-таки от нашего. Боялся что-то у него там, чтобы сломить, потому что один раз уже в садике было такое, что там брошено, что у тебя типа нету мамы. Кто-то ему сказал. Да. Добрый какой-то, добрый ребенок какой-то. Да, такая как бы откровенность детская, она бывает злой. Влад, скажите, пожалуйста, есть такое очень распространенное мнение о том, что ребенок, вырастая, копирует вот родительскую схему семейной жизни, личной жизни, и это может быть опасно. Если здесь все благополучно, я более чем уверена, что ребенок вырастет счастливым человеком. Очень я рада была услышать, что вы нашли женщину, которая заменила во многом отсутствующую мать, и которую даже ребенок уже называет мамой. И для него очень важно, чтобы были две фигуры, и мать, и отец, и стереотипы взаимоотношений между мужчиной и женщиной, чтобы он впитывал с раннего возраста. Вот я полностью поддерживаю, как специалист, что вы сделали все правильно. Поддерживаем, Игоря, как специалисты, и как не специалисты тоже. Скажите, вот ваша жена нынешняя, которая живет с вами и с Сашей, она же хорошая, добрая и любящая женщина, правда? Да, конечно. А как ее зовут? Светлана. Светлана, мы надеемся, что вы мальчиков наших, Игоря и его сына Сашу, никогда не обидите. А если вы их обидите, мы все придем и вас побьем. Саша, у вас есть песня. Да, немного позитива для всех. Поддержку наших замечательных героев. Да, я Лебарыкина написала текст, я могу тебе. Ну и пусть отказали тормозам, Значит, здесь нам не нужен поворот. Ну и пусть яркий свет слепит глаза, Повернуть назад нельзя, идем вперед. Ну и пусть мы сегодня не вдвоем, Хороша одиночество, печаль. На этот день Каждый думает о том, Чтобы завтра вместе путь продолжить даль. Разожми ладонь, не горит огонь, Это снег над солнцем, Жми на газ и скорость набирай. Разожми ладонь, не горит огонь, Цвет рыжий бронзы, Там, где небо край, Наш с тобою рай. Я желаю всем детям найти свою маму, Единственную на свете. Дети слабые и беззащитные. А мы, взрослые, все-таки кое-чего стоим. Программа «Жизнь как жизнь». Желает вам всего хорошего. Встретимся через неделю. И помните, все можно изменить, Пока не идут финальные титры. Вот опять же, пример того, Как няня относится к безопасности ребенка. Вот если вы обратите внимание, В правом углу стоит няня, Она, отвернувшись к ребенку спиной. Да, видно. И вот этот вот кроха, Который совсем недавно встал на ноги, Он, посмотрите, как идет. Страха нет. Ну, вот так вот с детьми обращаются. К сожалению.